Донбасс сам решает свою судьбу. Ну вы знаете, все время была надежда на это освобождение. Ничего такого, мы никого здесь не трогаем, мы никого. В Торецке целая куча угля. Ой, это такое ерунда, это смех, понимаешь? Торговая блокада, провальный проект «Малороссия», переведение на лиштепы под домашний арест, передел власти в Луганске и обмен пленными. Все это топ-темы уходящего года в Донецкой области. Давайте вместе вспомним, как это было. Январь 2017 года. Активисты во главе с народными депутатами Украины Семеном Семенченко и Владимиром Поросюком перекрывают железнодорожное сообщение в Луганской области и объявляют о начале бессрочной акции по блокаде торговли с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Далее активисты разбивают лагеря еще на нескольких переездах. Часто происходят конфликты с правоохранительными органами. Через три месяца блокада заканчивается, а Украина официально прекращает торговлю с оккупированными территориями. Но за это время группировка ДНР национализирует крупные предприятия на неподконтрольной территории, в том числе шахты и металлургические производства. 18 июля 2017 года. Глава группировки ДНР объявляет о создании нового государства. Мы, представители регионов бывшей Украины, предлагаем переучредить государство и на месте бывшей Украины, опираясь на исторические предпосылки, учредить государство Малороссия. Эта идея была раскритикована и официальной Украиной, и странами ЕС. Российская Федерация комментариев не давала. Но судя по тому, что уже через месяц проект Малороссия был прикрыт, российские кураторы эту идею не поддержали. 20 сентября. Экс-мэру Славянской и обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность Украины Нелли Штепе изменяют меру пресечения на домашний арест после трех лет, проведенных в Харьковском СИЗО. С тех пор, на несколько месяцев, она становится топ-темой большинства изданий. То и дело, раздавая интервью, где говорит о своей непричастности к событиям 2014 года. Люди же видели, что я не привела этих боевиков. Я такая же была расстреляна, как и они. Ноябрь. В СМИ появляется информация об окружении Центра Луганска вооруженными людьми в военной форме. Чуть позже становится известно. В городе борются за власть, на то время глава группировки ЛНР Игорь Плотницкий и так называемый министр внутренних дел Игорь Корнет. Борьба за власть с захватами и арестами длится около недели, пока Плотницкий не подал в отставку. Исполняющим обязанности главы самопровозглашенной ЛНР стал Леонид Пасечник. Я благодарен Игорю Венедиктовичу за его решение и оказанное доверие. 27 декабря. Между Украиной и группировками ЛДНР прошел один из самых масштабных обменов. Украина передала 237 пленных в обмен на 73 человека, находящихся на неподконтрольной территории. Среди них историк Игорь Козловский, который провел в плену почти два года, и общественный активист Владимир Фомичев, находившийся в плену около года, за время которого был приговорен так называемым судом ДНР к двум годам лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова